Посмотрите, какое количество у вас есть хотела, что мы хотим получить знания, хотим учиться, чтобы организовывать, мы хотим получить опыт, энергию, юридизация, кстати, мы немножко тоже задумывались, подумали на вас, примерили это все на себя, пообщались с вами, но мы хотели понять, что может быть, то есть вот та программа, которая сейчас запущена, есть определенная концепция, концепция основана на том, мы не можем просто собираться, мы должны понимать, зачем это вам, нужно ли это, нужно ли вам, это всего лишь гипотеза, но мы предполагаем, что она может быть максимально полезной. Есть два таких понятия используют американцы, первое это life and balance, это относится к игрокам, если говорить русский языком, языком института физической культуры, это экономическое развитие вещи, как физическое, духовное, так и интимный, лагерный, профессиональный. В целом это не, я не скажу, что это старевшая комиссия, на протяжении нескольких лет, общаясь с представителями института, для них это не, для них это ключевое понятие, для них это ключевое понятие, в офисе слетей, везде, везде выклеены планеты, 2 и 4, это минимальный балл, который нужен для того, чтобы участвовать в соревнованиях коллег, для них это не стоит слов, в том, как они понимают, а человек, который ты играл в кампетбол и не имеет никакого жизненного опыта, не имеет никакого угрозоза, это бесполезный человек для общества. И на примере людей, которые играют в бассейн, играют в баскетбол, это звезды. И они являются обычными фигурами, которые должны своим поведением показывать, что гармоническое развитие личности – это важно. Но сегодня у нас игрокам чуть опосредованного в отношении. Сегодня у нас основная категория – гармоничность. Есть такое понятие, как перевести его на русский язык, такой тяжелый эксперимент – это опыт для жизни. Когда я начинал проводить свой собственный пример, акцентировать внимание о важности студенческих год, это как раз-таки тот опыт, который вы можете получить сейчас, перетранцепировать его на протяжении всей времени. Еще, знаете, наверное, студенческие годы – это такой самый сенситивный пункт, когда можно фильтровать всю новую информацию. И не зря маркетологам говорят, что студенческие годы формируются лучше. Когда работают мобильные сферы операторы, для них студенческая аудитория – это самое важное. Вот так и мы должны понимать, если у нас сейчас, вот говоря, снова проходите вспышку, то потом ее поймать будет значительно тяжелее. Можно быть в школе побольше, можно не выступить в университет, но вот этот пункт с 17 до 23 до 24 – это как раз таки то, что потом будет обуславлено все очень дальнейшее жизнь. И выбор приоритетов, и ценностей, и те знания, которые вы получаете. На это нужно обратить самый серьезный пункт. Соответственно, опыт для жизни, он в основе всего, здесь у нас энергия, и я считаю, что прежде всего можно заниматься только тем делом, которое приносит удовольствие. Все те, кто собрали здесь, любят спитбол, любят спорт, и если бы здесь мы собрались ради денег или какой-то там экспириенции, это непонятно, да, были бы возможно совсем такие люди. Вы приехали сюда не из-за того, что вы платите большую зарплату, не из-за того, что вы получите экспириенции. Вы приехали сюда, потому что вам кайфов заниматься с командой, кайфов получать знания, но дополнительно вот этот опыт вы должны учитывать, понимаете, что кроме того, что вы занимаетесь кайфовым делом, вы, в принципе, еще создаете себе дополнительную жизнь и это очень важно. В следующий момент вы перечисляли, то есть очень много опыта, что-то организовать. Тоже есть американский термин, профессиональный компетенции, который был веден в середине 20 века в Соединенных Штатах, когда у них начались серьезные проблемы с уровнем каков. Когда люди приходят на работу, они не могли очень их выполнять. Вот как у нас сейчас говорят. Как говорят в голову, приходят люди на работу, не знают, как делать, не знают, как выполнять. Вот это все обуславливает профессиональные компетенции, способность человека выполнять ту или иную деятельность. С чего складывается профессиональная компетенция? Профессиональная компетенция складывается из трех основных блоков. Это знания, это навыки, способность. Можно вывести теоретическую форму по их соотношению. То есть, наверное, можно привести примеры жизни с баскетбола. Когда приходит мальчик в зал, 9-10 летний, который никогда не тренировался. Но он быстрее дышит, он лучше ведет, он лучше бросает. Это способный мальчик. Есть мальчик, который, конечно, деньги не вернуется. Но он может, благодаря своему курсу, тоже добиться определенных моментов. И вот соотношение знаний, навыков и способностей определяет нашу профессиональную компетенцию. Есть человек, который учится вложить в папе, решит каждый день в лес и визы, но не талантливый это делает. А есть человек, который делает это один раз в год, не создающий. Вот найти вам правильное соотношение ваших способностей, заложить в это большую работоспособность, приобретение знаний. И это все выразится из-за того, что вы будете компетентны в спортивной, как минимум, в спортивной отрасли. Вот здесь я набросал, причем вот так, в течение минут, в принципе, какие-то базовые вещи, которые должен знать, уметь, или уметь организовать других людей, которые должны это делать. То есть вы должны что-то принимать вот здесь, предъявить на спетбол, организовать двадцатый полный турнир, прочие вещи. Вот это безслабляемое этих вещей. То есть просто так организовать турнир мы не сможем. ну точнее, мы сможем организовать турнир, если мы будем называть частичку вот этого, частичку этого, частичку этого. Вчера на асекционном заседании мы обсуждали очень ностый вопрос о привлечении зрителей. У нас есть Инстаграм, у нас есть ВКонтакте, но у нас все равно нет такого количества зрителей. Вот потому что не хватает профессиональной компетенции в одном из этих компаний. Их можно было еще продолжать до бесконечности, но это ключевые моменты. Причем, как мы общаемся, на самом деле, один, я уже не писал, Дмитрий Русан, прошу прощения. Это менеджер клуба «Варса» Санкт-Петербурга. Это тот человек, который, ну который создал бренд, который стремится соответствовать с горейшими технологиями, комбинационными технологиями, и, общаясь с ним, готовил вот эту презентацию, он говорит, а я не имею работать с фото, не имею работать с фидею, но у меня одни из лучших фото отчетов. То есть я не говорю о том, что это все должен иметь активный момент. Он должен сделать так, чтобы это было организовать, индивидуировать, какие-то средства заплатить, или сделать это самостоятельно. Но хочу вам сказать такой момент, который тоже должен, должна быть правильная ваша рабочая этика. Вот, общаясь с коллегами на разных формах, работающих в разных крупных корпорациях, а люди, которые реализуют проект, даже на уровне топ-маги, они знают любую деталь. То есть, кажется, топ-маги, он получает большие деньги, он приезжает просто проводить совещания, там, его не в офисе, у него работают там шесть замок, которые тоже получают большой заработный уклад. Но, если проект по-настоящему работает, этот человек знает каждую деталь. Поэтому, если вы сейчас все эти профессиональные компетенции будете знать, как работать с фотоаппаратом, будете знать, как заложать фото по инстаграмму, или любите тое название, которое зацеплено. Может быть, вы потом будете работать управлять людьми, но те знания, ваш широкий кругозор позволит вам быть более эффективными. Поэтому не бойтесь сейчас на какую-то черновую работу. Чем больше будете знать, уметь, тем будете намного ценнее впоследствии. Соответственно, все эти вещи это слогание спортивного менеджера. Хотелось бы, чтобы вы в своей работе были осознаны. Чтобы, когда вы работаете над какими-то проектами, вы понимали, что это не какой-то разный эпизодический случай, а это одна частичка, один кирпич большого дома, который называется профессиональным домом, которого будут уважать, который будет полезным. Я вам сейчас могу сказать, что кадровый повод есть на рынке труда, но наша организация, организация всех наших коллег, профессорами поскольку, у меня есть СССР, Российской Федерации, там сейчас есть в отношении с потребительской должности. Кого вы можете рекомендовать? А чтобы рекомендовать человека, мы можем знать. А вот, чтобы знать, я должен знать, что он это делает хорошо, это делает хорошо, это делает хорошо, Плюс еще здесь нациопартивный менеджер еще лежит мораль поведения этих, что этот человек не сварнил, что этот человек может много работать, что этот человек не ссорится. И вот когда вся эта слагальна, есть работа, и все, кажется, хорошо, интересно. То есть вы должны понять, что это не так куда-то попасть случайно, где-то развиваться. Это технология. Технология работы над собой. Есть еще такое американское понятие, называется self-made. Создай себя сам. Вот вы должны стать self-made. И герпички вашего self-made являются вот эти профессиональные компетенции. То есть это, знаете, когда вы приходите в фитнес-зал, начинаете работать на трицепсах, на трицепсах. То есть вы работаете точно над определенной факторой своего тела. Вот если перемести это все на ваш профессиональный образ, вы также должны работать над своей фактурой. Вы должны что-то делать, вы должны что-то читать. И знаете, вы можете даже для себя составить планы. Я об этом не думаю, что вот я хочу прибавлять вот в этом, в этом, в этом, в этом компоненте. Я вам хочу сказать тоже, я не проводил больших тренингов, больших публичных выступлений. Для меня сегодня нельзя. Вот я это провожу первый раз. Вот я подумал, что я должен этому научиться. Потому что в моей профессиональной компетенции, ну, где же там определенную стратегию, мне это не пройдено. Вот я собрал вас, и с вами сейчас работаю. Вот вы подумайте, работа на матч в качестве ведущих. Отличие истории. Где-то вы можете здесь сниматься, где-то вы можете бояться. А вы поставьте себе задачу, потому что это устоит немножко дорогу. Потому что есть масса менеджеров, которые пишут пресс-релизы, могут доработать с микрофоном, и все это приведет к негативной террасе. Но это человек, который в Китае стоял за камерой, просто как технически занимался технической съемкой. Порой он с литариком загружает баннеры на плечо и несет. Он работает ведущим на матч-кВ, но не боится ничего. Это абсолютно нормально. Выполняйте много всего, к этому нормально относитесь. И вас будет ценить больше, и выучить больше, больше, чем знаете в жизни. Следующий, на один главный вопрос. Теперь у меня вам тоже интересный такой вопрос, как мы с вами поговорили о профессиональных компетенциях. А где и благодаря чему вы можете получить эти профессиональные компетенции? Вот вы выйдете сейчас за дверь, подумаете, да и аккуратно, мне надо учиться писать в детском языке, да, мне нужно учиться писать сценарий, да, мне нужно учиться вителировать людей. Но у меня вопрос, где вы будете получать эти знания, откуда вы будете питаться, что будет являться источником этой информации? Давайте. 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 Съявляем. Ты можешь ошибаться. Ты можешь говорить мне про вещи. Пользуйся. Мне нравится, каждый день заходить на официальный сайт АСБ, в группу ВКонтакте АСБ и смотреть, что вы делаете. Отлично. Опыт АСБ на сайте. Давайте. Дивизионы не все, а иначе. Я, по крайней мере, сейчас, до настоящее время перенимала опыт, не только на сайте, но и в других лицах, явно представителям является глядя джаном высшей дивизионной Сибири. То есть это опыт. Опыт дивизиона АСБ. Поля профессиональных лиц в ВТБ. Давайте, чтобы у нас поток идений не заканчивался. Давайте в их работаем. Я смогу вам больше наблюдать. И вы сможете больше информации получить. Общественные деятельности на Братцовском. Ну, общественные деятельности в спортклубах, в техниках. Общественные деятельности. Я предлагаю даже участвовать и... Матислав читает мои мысли. И участвовать в профессиональных экспертом. Да. Ну, как бы, послушайте, по-моему, книги, журналы. Фильмы мотивационные тоже. Отлично. Фильмы мотивационные. Мотивационные фильмы. Специальные тренинги, мастер-классы. Мастер-классы, тренинги. Мастер-классы, на самом деле, вы знаете, что? Этот вопрос может показаться простым. Вот когда вчера с коллегами решали кейсы, которые сегодня будут все решательные. Фильмы мотивации встречались простым. Ну, что там? Сделать командное выживание сегодня. Ну, чтобы делать это профессионально, чтобы сделать это в соответствии с профессиональными компетенциями, сделать это хорошо. Совсем непросто. Совсем непросто. Так же, как и просто, получать информацию и знать, где копать, где лежит план. Поэтому это такие вещи. Это очень важные вещи. Давайте еще. Опыт других и другого видоскорта. Опыт других и другого видоскорта. Мечи больше. Так что еще очень много. Любые студенческие творческие вечера? Студенческие творческие вечера. Вот у нас например, в Киевском области, недавно у нас есть молодежное правительство, которое им нужно. И там ребята приседают. Очень разные. Что-то ответы, какие запишут. Кто-то с этим занимается. Отлично. Общественные деятели. Опыт общественных деятелей. Я за эксперимент. Пробую что-то новое. В Кате еще не в Кате. Ставите в стрелы. Девчонки. Этот опыт в Катальевне. Эти веки не в Катальевне. Лично черпать идеи. Вот и дракону болельщика. Еще. Личный опыт проб и ошибок. Личный опыт про Гаши есть. Чем больше в них нет общения, более опытные коллеги. Есть, опыт коллег у нас там был. Давайте, чтобы больше не откуда мы сможем учебнуть информацию. Школа СБ. Школа СБ. Школа СБ. Как только звучит слово «менеджер» на дисбашку «лэзбэн», сразу не пришло. Прекращение. Хорошо. Мы также подумали за вас. И создали такую большую динекативную концепцию, которая позволит вам максимально эффективно развиваться, черпать информацию от большого количества источников. И еще очень маловажно черпать важную информацию. Вот смотрите, какая ситуация здесь. Проект школа «менеджер» в АСБ. В диспанских определенную благоприятную среду. Посмотрите. Допустим, Алиана очень полагливает менеджер. Попадая в определенную среду, она будет вырасти до серьезных часов. Вполне возможно, будущий менеджер группы НЭЦ и менеджер национальной цифровой ассоциации. Причем это, знаете что, это не у них. Это абсолютно реалистично. У них есть технология, каким образом они это сделают в АЭФСИ. Я общался с Уген-Май еще тоже людей. Полная же людей, чтобы там работать. Вот пример ляна. Теперь примеры жизни. Кстати, зерно, которое может произрастить соколцы, как ляна. Но попадает это зерно в среду, где нет воды, где нет солнца. И это зерно не будет произрастет. И нам растет больных, либо новых. Поэтому та среда, где мы находимся, откуда черпают информацию, с кем мы общаемся, откуда формируются наши ценности, убеждения. Это очень важно. И один и тот же человек, родившийся, попав в разную среду окружения, это разные люди. Причем на уровне администрации, на уровне морали. Вот мы хотим для вас создать профессиональный, очень качественный среду, который поможет вам снять дверсти колоском и давать очень много зонышей. Посмотрите, что такое среду, которую мы выберем. Ну давайте начнем с этого. Это то, что происходит сейчас. Мы хотим проводить семинары регулярно, порядка 8-10 семинаров в год. Это региональные семинары, которые мы едем уже первые, в следующий день минимальный. Мы хотим проводить в один день, когда не нужно будет лет проживания, не питания, ничего. Приехали и проводили. Программа семинаров, она будет весь минус. Сейчас, когда мы работаем, она будет тепловая. То есть она будет в основном рассчитывать не то, что это в этот раз дадут. Но в целом, когда мы еще раз получили какие-то новые волосы, это тоже ничего плохого. Идем дальше. Давайте начнем с внимательной консультацией. Проект Школы Нужины подразумевает то, что когда вы начнете реализовывать все эти идеи жизни, у вас начнут возникать вопросы. Мы хотим дать вам качественную, экспертную консультацию, тех людей, которые либо проходили, либо могут это вынести на общий глиф. Либо могут задать вопросы еще каким-то экспертом. На данный момент у нас эксперт, точнее консультант, консультанта 2. Это я и Дмитрий Русанов. Причем слово «я» я говорю не с писателем. Я готов разбираться в каждом случае. Если у вас есть какая-то проблемная ситуация, у вас будет для вашего задания небольшое. Написать те проблемы, с которыми вы сталкивались. Не готовы рассуждать. Не готовы в офисе проводить собрания. Не готовы проводить по этому поводу круглые столы. Но, конечно, это не должно быть негативно. То есть вы должны отдать определенную профессиональную компетенцию. То есть какие-то вещания очевидны. Конечно же заниматься не будет, но не требуют вам тоже своего спортивного нагрева. Но сам факт, что у вас есть возможность общаться с людьми и получать определенный feedback. Так, далее. Это экспертные и пользовательские оценки. До конца декабря у нас будет запущен сайт. На сайте будет возможность каждому из вас проходить эту программу. Это будет конкретное задание, которое вы будете выполнять, и будете загружать ссылку. Эксперты будут оценивать вас по десятилетним шкалерам. Вы можете в целом это делать. Хорошо вы ведете вакуумы. Или плохо вы ведете вакуумы. Один же вы сделаете хороший, два, два, два вы сделаете. Какой-то, какой-то не получается оценку. Вы получаете определенный комментарий. Причем оценку и экспертов. И вы можете сами оценивать свои камеры. То есть вы не будете находиться в каком-то вакууме, не поднимать точки координат, как вы будете видеть. Вот это правильно, это некогда. Далее. В целом здесь еще пропустить. В целом это работа сайта. Это большая информационная платформа, которая подразумевает экспертные и пользовательские оценки. У вас можно посмотреть на опыт в подобных проектах, пообщаться с коллегами. То есть о чем я здесь говорила, коммуникационная часть. Далее. Это стажировки. Сейчас есть двое основные профессиональные организации, которые готовы взять в себе людей и просто заниматься. Но, вы знаете, стажировка, это такая очень сложная вещь. В основном, я не отвечаю. Бывайте, я говори, с какими-то американскими, или уходами, и отправляйте людей. Стажировка. Когда ты берешь человека стажироваться, тебе надо им заниматься. Здесь два варианта. Либо в организации должна быть такая культура, подготовка к каждому, которую мы сейчас покажем себе. Либо должен быть человек настолько компетентен, что он пришел и начал помогать организации. И, например, одна американская организация, с которой я на них приговорил, они говорят, нам проще донять людей и заплатить, чем взять кого-то, показывать, перемучивать и прочее. Это очень нормально. Мы готовы создавать, по крайней мере, для ЭСБ, готовых людей обучать. Есть много черновых закон, которые нужно выполнять. Это абсолютно нормально. Но, в то же время, если ваши компетенции будут на порядок выше, вы сможете получать какие-то интересные предложения. Далее, стажировки в большей степени связаны с поездками. Вы знаете, что все наши поездки в Соединенные Штаты. Сейчас мы реализуем программу «Паскидский борт», который был сделан в конце марта, в начале апреля. Она рассчитана на тренера. А последствия мы хотим, наверное, присчитать на тренера. Но система грантов. Прежде всего, это гранты не материальные. Чтобы вы понимали, если вы станете лучшим в каком-то направлении, вы получите поощрение. Сегодня Витя Кравченко более подробно расскажет о том, какому ли студентам попала в систему грантов, или его система мероприятия переговоровалась, скажем так. Поэтому эта возможность будет у вас. Но и конкурсы – это программа, которая скоро будет объявленной. Это уже традиционное определение лучших по определенным мембинациям. Причем, если смотреть слайд назад, то есть фактически конкурсная программа составлена не из системы. Есть профессиональные компетенции для менеджера. И в рамках каждой профессиональной компетенции мы проводим конкурс. Если вы хотите стать менеджером, вы знаете, над чем вы должны работать, и вы еще можете соревноваться среди таких людей. То есть это вы должны отправлять выполнительную мотивацию. вот таким образом вы будете писать, а на этой странице, здесь будет рейтинг, пользовательский рейтинг экспертов, все однодушно. Вот таким образом вы будете загружать на те задания, которые вы будете выполнять. Вы будете получать оценки. Уберитее можете zelfם какие то задания. Будет 3 уровня, на каждом уровне будет 10 задач. Если вы прошли 10 задач, начинайте с уровня новичка. Вы выполнили 10 задач, перешли на уровень прогилдии. Вы выполнили 10 задач и пришли на уровень профессионалов. Вы выполнены 10 задач на уровне профессионалов. И вам нужно какой-то уровень вас или кого, когда вы уже выполните эти 30 задач, вы пустите только рейтинг, я думаю, что вы уже что-то присоединились перед собой. Теперь завершение своего выступления. Какой-то большой вопрос, о котором вы подумаете сегодня в течение дня, сегодня на другом столе, я бы хотел услышать от вас каких-то комментариев. Вопрос состоит в чем? В чем отличие с футбольной степенической команды и с футбольной степенической команды? Принесел в другом, что я очень много сегодня сказал, вы просто подумайте на другом столе, поскольку так же все это обсудим. Чтобы принять голословно, всегда хочется приводить какие-то примеры. Сейчас мы послушаем, есть уже, не глядя на то, что у нас не было какой-то определенной системы работы, у нас не было никакая, но она не носила прямо такого ярко выраженного медицинга, который мы хотим создать сейчас. Уже есть определенные воды нашей работы. Сегодня, к сожалению, не смогла принять участие в нашем семинаре Александра Селезневна. Та девушка, которая два года назад сидела на матчах АСБ в дивизионе Новый Град и была протоколом, после она нашла в себе смелость сказать о том, что ей не нравится, то, что происходит, я хочу сделать лучше. Она взяла на себя смелость пойти в местную позицию, сделать хороший дивизион, тренировать свои профессиональные компетенции. В этом году она получила предложение сначала от Красного Актерия, Герасимента стала спортивным директором Красного Актерия, ей просто СССРовный, хороший СССРовный, как-как, я работал за протоколом была здесь, какая-то новая история. Но она провела большую работу. Она была в стиле видения Новый Град, она проводила различные акции. Ну, все, что там есть, вот она этим делом занималась, делала, это относительно неплохо. И вот сейчас, буквально две недели назад, она уже получила предложение от греческого ПАИК, и она работает менеджером профессиональным европейским компетенциям. Я говорю о том, что от того, что вы находитесь вот здесь, до вашей мечты, которые вы делали, это вообще входит в вас. Технологии, правильная работа, вера, то, что вы занимаетесь, и, конечно же, у вас.